МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. Обман зрения или спасение пешеходов? Новые 3D-пешеходные дорожки появятся в Махачкале. Рассказать о родном крае интереснее и доступнее. Учитель географии, выигравший грант, придумал увлекательный курс о стране гор для школьников. Новый дом для погорельцев. Благотворительный фонд Инсан продолжает помогать нуждающимся. Главный бухгалтер Махачкалинской детской поликлиники номер 1 заподозрен в хищении более 13 миллионов рублей, сообщает АИФ в Дагестане. По предварительным данным, с 2014 по 2019 год главный бухгалтер неправомерно выплатила зарплату фиктивно трудоустроенным сотрудникам. Ведется следствие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». На дорогах Дагестана появятся пешеходы-привидения. Это пешеходная дорожка с 3D-иллюзией. Таким образом, бороться с наездами на пешеходов предложили активисты регионального отделения партии «Единая Россия». Первый такой пилотный переход уже установили по улице Гаджиева. По замыслу инициаторов, «Эльзионная зебра» дает максимальный эффект в вечернее время суток. Водителю все время будет казаться, что пешеходы, пересекающие дорогу, движутся по воздуху. В партии уверены, что данное нововведение позволит сократить количество ночных наездов на дорогах. Наглядно, просто и современно. Теперь изучать географию Дагестана школьникам станет и проще, и занимательнее. Лучший учитель Республики 2019 года стал победителем конкурса на международном форуме «Байкал-2020». Ильдар Хусаинов выиграл грант на реализацию обучающего проекта «Видеокурс географии Дагестана». О том, что из себя будет представлять программа, узнавала моя коллега Патимат Ханапова. В современном мире путешествия доступны всем, и гораздо интереснее подбирать маршрут не через турфирму, убежден педагог Ильдар Хусеинов, а ориентируясь на собственную географическую картину мира. Так, основываясь на своих знаниях, он уже посетил несколько стран и активно путешествует по России. А вот получить полное представление о Дагестане в скором времени поможет новый проект молодого учителя. Грант на его реализацию Ильдар выиграл на форуме «Байкал». Это курс из восьми видеоуроков по географии Дагестана. Мы сейчас начнем разрабатывать тематическое планирование, то есть техническое задание на каждый урок. Далее будем осуществлять съемки и студийные. Также мы планируем и выезды районной республики, для того, чтобы немного так разнообразить картинку. Помогать в реализации проекта Ильдару Хусаинову будут ученые из дагестанского отделения Русского географического общества. Кроме того, свой вклад несут и коллеги, имеющие опыт преподавания школьного курса географии Дагестана. Ильдар убежден, что видеокурс будет полезен не только школьникам и учителям. Мы с коллегами обсудили одну идею, которую можно немного модернизировать в мой проект. То есть для того, чтобы эти уроки смотрели не только школьники, но и студенты, а также жители других регионов, возможно, даже из других стран. То есть мы, скорее всего, добавим и субтитры на иностранном языке, чтобы было понятно. Ильдар Хусаинов в прошлом году стал и лучшим учителем Дагестана. За новые успехи и поддержку своих начинаний он благодарит коллег и руководство школы номер 14. Они, в свою очередь, высоко оценивают профессиональные и личные качества Ильдара. Очень целеустремленный, талантливый, молодой и очень перспективный. Не только учитель, но я думаю, что он подает большие надежды для того, чтобы принести очень много полезного для нашей республики. Ученики Ильдара Хусаинова активно принимают участие в муниципальных и республиканских конкурсах, где показывают хорошие результаты. Признаются, что с нетерпением ждут новые видеокурсы по географии от любимого учителя. Свой интерес к предмету дети связывают именно с мастерством преподавания Ильдара. Можно выделить то, что чаще всего урок проходит в режиме игры. То есть такая информация воспринимается гораздо легче. Он много путешествует и рассказывает о разных странах. Если бы не урок географии, я бы не узнала о некоторых моряках, о морях разных. Он рассказал, чтобы все поняли и было интересно всем, чтобы все вникали в процесс урока. Дагестан представляет огромный интерес в географическом и культурном плане. Природные и исторические памятники разбросаны по всей республике. Но, к сожалению, сами дагестанцы порой о них мало знают, что уже говорить о приезжих. Курс молодого дагестанского учителя призван заново открыть страну гор для школьников, расширить их представление о родном крае. Патимат Ханапова, Муса Салатгиреев, Новости ННТ, Махачкала. Весной этого года в семье Шахнабиевых случилось несчастье. Дом, в котором проживали 9 человек, сгорел за считанные минуты. Но мир не без добрых людей. Благотворительный фонд «Инсан» объявил сбор для семьи погорельцев и собрал сумму, которой хватило, чтобы в итоге выставить жилой дом площадью 156 квадратных метров. Поздравить хозяев с новосельем приехали представители фонда «Инсан», муфтията и другие религиозные деятели. Большая благодарность тем людям, которые принимали участие финансово, физически, соседям, жильцам этого села, которые принимали активное участие в строительстве этого дома. В самом деле, без вашей помощи и поддержки фонд «Инсан» сам это сделать не смог. Семья хочу пожелать здоровья, чтобы в дальнейшем такие беды обходили стороной, чтобы жили счастливо. Собрать всю коллекцию орденов СССР. Такую цель поставил перед собой Иса Исаев, житель Кулинского района. Можно подумать, что в этом нет ничего удивительного, но вот только коллекцию сельчанин планирует смастерить собственноручно. Мастер работает с камнем уже много лет и искусно делает изящные фигурки из сурового материала. О необычном увлечении горца в сюжете Хаджи Курбановой. Вот так удар за ударом мастер отчеканивает орнамент на камне. Сначала придает форму, затем чертит рисунок. Так из песчаника получается орден. Но не все так просто, как кажется. Работа с камнем – дело, требующее особой внимательности. Один удар под неверным углом – и весь труд обесценен. К счастью, мастерства и упорства Исея Исаеву хватает. У человека должно быть желание. Желание будет, что будет. Руки делает, глаза не должны бояться. Тягу к занятию камнерезным делом будущий мастер обнаружил себе еще в далекие студенческие годы. Ему всегда нравилось создавать что-то своими руками. Теперь у Исаева своя мастерская прямо под открытым небом. Труженик говорит, что именно это вдохновляет его на сложную работу. Тем более, когда труд шаг за шагом приближает мастера к исполнению заветного желания – созданию уникальной коллекции орденов СССР. Делаю я орден Суворова, второй степень. У него три степени, но второй степень был самый красивый. Вот это сделаю. После этого у меня есть цель, я из советских орденов сделаю орден Нахимова. И это не первый орден в его коллекции. Фигуры знаков госнаград несут для Исаева особый смысл. Их получали его родные, отец и родственники. Камнерез на пути к мечте взялся за тяжеловесный труд с энтузиазмом. Тем более, что мастер дела не боится. Так, глыбы песчаников по велению каменотеса преобразились в массивные, но изящные ордена. Какова дальнейшая судьба этих знаков? Дальнейшая судьба. У меня многие приехали, просили передать их в музей. Я не давал. Ну, как я уйду с этого света, если навершить их кому-то, в музей или что. Исаев некогда занимал пост главы села. А совсем недавно ушел с работы в Горкомземе по причине того, что у него обнаружили онкологическое заболевание. Тогда он понял, что хочет посвятить себя любимому делу. Стремится завершить сбор своей коллекции как можно скорее, чтобы оставить ее потомкам. Теплая поддержка в любых начинаниях Исы – его верная жена Зоя. Живут бок о бок они уже 26 лет. У него лени не бывает на что-то. Он все время то медалит, то из дерева, то из чего-нибудь, шкурок козлиных, телячьих, барабаней. Вот это все-все лепит. Не лениться. И как часто он бывает в своей мастерской? Он все время. Даже ночевать, даже если не захочет, не придет. Там же и останется в машине рядом со своими медалями и камнями. Барабан, пандур и все вывешенные на фасаде дома поделки – тоже дело рук Исаева. Не обошел стороной его и талант стихосложения. Камнерез – еще и поэт-любитель. Его стихи даже печатали в районной газете. Но основное хобби всеми забытое сейчас ремесло – обработка камня. Внуки и дети мастера не стремятся принять опыт отца и деда. И это печалит каменотеса. Как заботит его и то, что все более заброшенным становится родное село Вачи. Изредка они с женой выходят на окраину аула с музыкальными инструментами и играют на открытом воздухе мелодии гор. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Кулинский район. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных выходных. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»